Это был один из первых в мире исторических Истребителей с треугольным крылом. На протяжении полутора десятков лет он оставался самым скоростным и высотным боевым самолетом в СССР. Перехватчик Су-9 Павла Сухова в фильме «Оружие». В 1953 году конструкторское бюро Павла Сухова приступило к созданию сразу нескольких сверхзвуковых истребителей нового второго поколения. Одним из них стал Су-7, самолет со стреловидным крылом. В дальнейшем на его основе было построено целое семейство истребителей-бомбардировщиков. Одновременно суховцы занялись разработкой сверхскоростного и сверхвысотного перехватчика с треугольным крылом. Эта машина получила рабочий индекс Т-3. К началу 50-х годов крыло большой стреловидности широко применялось на самолетах с реактивными двигателями. Такие машины успешно летали. Более того, они преодолели сверхзвуковой барьер. Стреловидное крыло дает увеличение скоростей и превышение их скоростью звука. Что сдвигается волновой кризис на загрузку крыла и обеспечивается хорошая скорость. Чем больше стреловидность, тем больше возможности по разгону сверхзвуковой скорости. Казалось бы, стреловидное крыло вполне пригодно для достижения высоких скоростей и ничего больше не требуется. Почему же Павел Сухой обратился к треугольному крылу тонкого профиля? Выбор конструктора был основан на нескольких соображениях. Тонкий профиль создавал меньшее аэродинамическое сопротивление, в особенности на сверхзвуковых скоростях. Жесткая конструкция обеспечивала прочность и надежность. Расчеты и продувки в аэродинамической трубе показали. Новое крыло могло увеличить не только скорость, но еще и дальность полета, маневренность, а значит и эффективность применения самолета в целом. Треугольное крыло проще в изготовлении, что немаловажно для серийного выпуска машины. Есть у такого крыла и недостатки. На посадку заходит он на большой скорости. Это один из недостатков. Поэтому надо идти на такой скорости, чтобы даже была возможность, дав обороты вперед и дождавшись, когда он наберет необходимую мощность, исправить какую-то ошибку, идти на второй круг. Поэтому Павел Сухой, выбирая для своего перехватчика треугольное крыло, серьезно рисковал. На тот момент особенности поведения в воздухе машин с различным типом крыла еще не были достаточно хорошо изучены. Разобраться в этом могли только летчики-испытатели. Новый истребитель-перехватчик имел необычную форму – длинный почти цилиндрический фюзеляж, маленькие крылья треугольной формы, конусообразные обтекатели антенн бортовой РЛС. Стабилизатор на хвостовом оперении был сделан цельноповоротным. Это повышало маневренность на больших скоростях и облегчало управляемость. Первый летный экземпляр Т-3 поднялся в воздух в мае 1956 года. Через месяц его увидели зрители воздушного праздника в Тушино. Летные испытания Т-3 проходили сложно в несколько этапов. Сказывалась новизна техники, неотработанность конструкции отдельных узлов и агрегатов, в том числе силовой установки и системы управления воздухозаборником. Громоздкие обтекатели антенн РЛС сильно ухудшали аэродинамику полета. Поэтому машину оснастили новым радиолокатором. Теперь его антенна находилась внутри выдвижного конуса воздухозаборника. Это обеспечило улучшение полетных характеристик и устойчивую работу двигателя на разных скоростных режимах. Новая модель получила обозначение Т-43. 10 октября 1957 года ее поднял в воздух Владимир Ильюшин. Ильюшин Владимир Сергеевич. Заслуженный летчик-испытатель СССР. Герой Советского Союза. Генерал-майор. Годы жизни 1927-2010. Родился в Москве. Сын авиаконструктора Сергея Ильюшина. В 1951 году окончил Военно-воздушную академию имени Жуковского. В 1957-1981 годах летчик-испытатель КБ Сухова. В первых же полетах Т-43 достиг скорости 2200 км в час и высоты 21500 метров. Через год на базе этой машины было решено создать целый комплекс воздушного перехвата. Наземная радиолокационная станция подавала летчику команды с земли, вычисляла необходимую для самолета скорость и высоту, определяла точные координаты противника и наводила истребитель на цель. Первый советский авиационный ракетный комплекс перехвата поступил на вооружение в 1960 году. Его основу составлял самолет Су-9, получивший такой же индекс, как один из реактивных первенцев КБ Сухова. Су-9. Всепогодный истребитель-перехватчик. Длина 18 метров. Размах крыльев 8,5 метров. Максимальная взлетная масса 12500 кг. Силовая установка. Турбореактивный двигатель АЛ-7Ф-1-100У тягой 9600 кг. Максимальная скорость 2230 км в час. Практический потолок 20 тысяч метров. Практическая дальность 1800 км. Боевая нагрузка. Управляемые ракеты класса «Воздух-воздух» на шести узлах подвески. Высокие летные характеристики перехватчика позволили установить на Су-9 несколько мировых рекордов. Выше всех на 28 852 метра поднялся Владимир Ильюшин. Ему же принадлежит абсолютный мировой рекорд высоты горизонтального полета. 21 170 метров. Абсолютный мировой рекорд скорости по замкнутому 100-километровому маршруту 2092 км в час установил Борис Адрианов. В конструкции Суховской машины были заложены уникальные решения, которые намного опередили свое время. Впервые на этом самолете применено бустерное управление элеронами и рулем поворота. До этого не было. До этого было бустерное управление только стабилизатором на самолете МиГ-19СВ. СВ – сверхстабилизатор с изменением стабилизатора. А на этом самолете – это новинка. Передача усилий для отклонения рулей передавалась через гидроусилитель. Строевые летчики высоко оценили пилотажные свойства перехватчика. Управление Су-9 было легким и отзывчивым. Машина хорошо вела себя в воздухе во всем диапазоне скоростей. Его не болтает, он не виляет. Вот он идет, как утюг. Им легко управлять. И когда ты влет, он считался лучшим самолетом своего времени. И в этом отношении у меня к нему никаких претензий нет. Я только радуюсь, что мне повезло полетать на таком устойчивом, хорошем самолете. К середине 60-х годов Су-9 были вооружены 30 авиаполков. Освоение этого самолета стало тяжелым испытанием как для предприятий промышленности, занимавшихся выпуском «девятки», так и для частей авиации войск противовоздушной обороны, переходивших на принципиально новую для себя технику. Высокой была аварийность полетов, особенно среди молодых летчиков. В процессе освоения обнаруживались конструктивные недостатки самолета. На машинах первых производственных серий нередким был отказ двигателя. Мучил этот самолет на первых порах помпаж. Во-первых, воздушно-бозорника, потому что автоматическое регулирование входящего воздуха. Выбрасывало повышенное количество воздуха вперед, возникал помпаж воздушно-бозорника, который передавался на помпаж двигателя. А стали противопомпажные створки, что увеличило надежность самолета. Потом поставили ленты перепуска на двигатель, которые тоже сняли турбулентность в двигателе. И в конце концов, я начал летать на первых порах, допустим, в 61, 62, 63 год. Да, помпаж, катабультирование, пожары. Эти случаи были. Довольно часто ЧП происходили по причине нарушений правил эксплуатации техники, низкой культуры технического обслуживания. Мы создавали специальную комиссию, я возглавляю эту комиссию, облетали все аэродромы, авиаты, ПВО, где стояли СУ-9, и смотрели на условия эксплуатации этих машин. Машина получена, а течь не подготовлена. Вот и результат отсюда. Вот. Поэтому, конечно, были отказы, естественно, были отказы. Коллектив КБ Сухова был мобилизован на устранение отмеченных дефектов. Все замечания и предложения войсковых летчиков были учтены конструкторами и производственниками. В 1963 году авиация противовоздушной обороны получила более совершенный комплекс авиаперехвата – СУ-11. У перехватчиков СУ-9 и СУ-11 не было аналогов. Их высота, скорость, дальность обнаружения и захвата цели были по тем временам непревзойденными. Именно такие самолеты были нужны для охраны советских границ, вдоль которых постоянно летали иностранные воздушные разведчики. Поэтому в строевых частях ПВО Сухие активно занимались боевой работой. Они вылетали на перехваты самолетов и автоматических дрейфующих аэростатов, которые вторгались в советское воздушное пространство. В 60-е годы американцы вдоль границ Советского Союза и Китая произвели 10 тысяч пролетов, нарушений. Эта цифра нигде не афишировалась в печати, но она и есть в закрытой форме. Только средства противовоздушной обороны Советского Союза сбили 250 самолетов. Перехватчики СУ-9 и СУ-11 служили в частях ПВО страны до начала 80-х годов. Всего было построено около 1100 таких машин. В 60-х годах на аэродроме Крайний звено истребителей-перехватчиков СУ-9 несло боевое дежурство для обеспечения противовоздушной обороны космодрома Байконур. На смену машинам семейства СУ-9 пришли более совершенные истребители Павла Сухого. Эти самолеты могли перехватывать любые цели, от стратегических бомбардировщиков до крылатых ракет. КОНЕЦ